всем привет продолжаем рассматривать картины и их описание опубликованных книги сокровища искусства картины знаменитых мастеров художественной репродукции в фотографиях перевод и дополнение под редакцию александра бенуа издательства 1904 года картина называется мадонна костель франко венецианская школа джорджо барбарелли прозванный джорджоне никого из представителей классического итальянского искусства время не заболокло для нас туманом такой степени как и венецианца джорджоне еще современники этого живописца считали очень большим мастером и его слава сохранилась в потомстве между тем по его произведениям дошедшим до нас в огромном количестве можно составить себе лишь смутное понятие об его индивидуальности а обстоятельствах его жизни мы знаем очень немного из картин носящих имя джорджоне почти ни одна не может быть признана на основании документальных данных несомненно ему принадлежащий между тем которые были всегда приписываемую ему не подвергаясь отрицанию со стороны критиков искусства первое место занимает мадонна сидящая на троне с младенцем на коленях и с предстоящим ей святыми франциском и либерален находящийся во соборе города костель франко родины художник это одна из двух наилучших картин какие только существует единственный в мире религиозное изображение с монахом и воином с каждой стороны так характеризует ревоскин этот великолепный алтарный образ написаны вероятно около 1504 года по заказу костыль франциского семейства констанции но замысел картины приписываем английским романтиком джорджоне продлежит очевидно не ему эти святые написаны им потому что они были особенно чтимы в фамилии заказчиков или в цирк для которой предназначались ему было предложено поместить их картину группировка же фигур в этой последней вообще такая как и учителя джорджоне беллини даже перспективу джорджоне еще по-прежнему двойная точка зрения но у него введение в картину пейзажи и потом какого пейзажа художник не только озарил таль ясным светом итальянского утра ну и погрузил в этот свет твои фигура так что и чудные краски в которых он почти достиг высшего колористического мастерства какое всегда либо знала итальянская живопись насквозь пропитанный свет вот такое описание картины я нашел книги издания 1904 года сокровище искусства картины знаменитых мастеров художественной репродукции фотографиров баде к нам по перевод и дополнение под редактой александра бенуа пока пока до свидания а а а Субтитры создавал DimaTorzok